Привет всем, меня зовут Тружковский Андрей и это видео про мой новый автомобиль. Как думаете, какой? Гелик или Бентли? А может быть сразу два? Прежде чем вы будете смотреть это видео, я прошу вас поставить лайк, написать любой комментарий. Если вы не подписаны, подпишитесь на меня. Если вы подписаны, пожалуйста, отпишитесь и подпишитесь вновь. Это поможет алгоритму. Также я хочу вас попросить подписаться на все мои телеграм-каналы в описании под этим видео. Первое, это мой финансовый криптоблог. Большое количество мотивации, большое количество полезной информации, обучения. И вообще я показываю все, что я делаю, все, что я покупаю, все, что я продаю для того, чтобы позволить себе такую жизнь. Второе, это бесплатный телеграм-канал с сигналами и рекомендациями по крипте. Переходи, подписывайся. Более 7 месяцев ни одной минусовой сделки. Все это есть в нашем телеграм-канале. Ну и третий канал, это просто супер невероятный какой-то алгоритм. Супер трейдер создал квантовый алгоритм, который анализирует абсолютно любой финансовый актив. Акции, индексы, доллар, евро, гривна, криптовалюта, альткоины, что угодно. И уникальность этого канала в том, что он не говорит вам цену, по которой продать или купить актив. А он точно говорит день, дату и время. Когда будет цена на пике или когда будет цена корректироваться и идти вниз. Поэтому подписывайся, жду тебя, большое количество супер классной информации. Так вот, продолжим. Сегодня мы будем с вами говорить про новый автомобиль. Так уж получилось, что в Украине у меня было большое количество автомобилей. Я их постоянно менял, менял, менял. И в конце 2021 года, в октябре, я заказал себе абсолютно новенький G63 AMG с автосалона. Цена которого 199 тысяч евро. Я никогда не думал, что я себе позволю купить такой автомобиль. Но в октябре заказав, в марте 2023 года автомобиль пришел, а меня уже не было в Украине. Пришла в нашу страну Россия и я покинул Украину. Так как с 2016 года планировал переехать в Америку. И вот сейчас я живу в Калифорнии. Но не об этом. До войны я ездил на G500, Mercedes Maybach, Mercedes S550 Cabriolet. Ну и, конечно же, мой мотоцикл Harley Davidson. Переехав в Америку, я с собой перевез Maybach. Все остальные автомобили продал. И долгое время я пыжился, мыжился. Не понимал, что делать. Не хочется кичиться деньгами. Надо помогать Украине, надо донатить людям и так далее, и так далее, и так далее. И в 2022 году я купил Wrangler. Оставил его своей бывшей. Потом заплатил 50% за ее Macan. Оставил тоже ей. За прошлый год купил себе Defender с салона. Tesla Model Y с салона. BMW с 7. 2020 год. M-пакет. Идеальный просто максимальный салон. Максимальное количество функций. Гибридная версия. Короче, проездил на ней всего месяц. Я ее продал на 10 тысяч долларов дороже. Кстати, я очень большое количество времени уделяю финансовой грамотности. И здесь на YouTube вы можете найти. Можете, если я не забуду. Даже будет здесь ссылочка. На плейлист финансовой грамотности. Посмотрите все мои истории. Как я покупал недвижимость. Как я покупал бизнесы. Как я покупал автомобили, часы, что угодно. Торгуясь. Большинство людей не знает, что можно торговаться за что угодно, где угодно и когда угодно. Даже в ресторанах и в супермаркетах. Короче, я уделяю большое время и в телеграм-каналах и здесь на YouTube финансовой грамотности. Поэтому опять-таки лайк и комментарий. Если вам интересно, можете задавать мне любые финансовые вопросы. Я вам на них отвечу. Помогу, подскажу, как справиться с кредитом. Как торговаться. Как повысить свою заработную плату. И так далее. И в конечном итоге я понял, что я хочу чего-то более классного, более пацанского. И я начал смотреть себе 911 Porsche. Но как-то вот все он от меня уходил. То я делал предложение, то я торговался, то я пытался выкупить его, то я ехал в автосалон, уже делал тест-драйв. Но в конечном итоге так и не купил его. Короче, не купив 911, имея возможность, имея деньги, я начал делать предложение за ультра-люксовые тачки. Два моих друга, один в Калифорнии, один в Нью-Йорке, продавали свои Феррари. Друг в Нью-Йорке продавал Феррари Рома. Он мне сделал предложение, но я как-то сомневался в нем. Потому что, ну, Феррари Рома, по сути дела, это чуть-чуть более дорогой Porsche 911. Но она считается не самой классной Феррари. А второй мой друг продавал вторую не самую классную Феррари. Феррари с двигателем спереди. Феррари Портофино. И предложение по финансам было супер выгодное. Я даже в какой-то момент чуть не согласился. Но по какой-то причине, так или иначе, у него купил ту Феррари другой человек. И я как бы на ней не ездил. Через полгода тот человек ему вернул Феррари, потому что не справлялся с платежами. И он мне опять ее предложил. Но на тот момент я уже сделал несколько предложений в три автосалона. Бентли. Что я хочу купить их в Бентли Континенталь GT. Так уж получилось. Я такой человек. Я никогда не буду покупать ничего по чеку. Я всегда буду стараться выбить максимальную скидку. Один автосалон был в Сан-Диего. Один автосалон был здесь, в Беверли-Хиллз, куда я поехал, поторговался. Узнал все про эти автомобили, про их комплектации, про цены и так далее. И третий автосалон был в Сакраменто. Это 400 миль от Лос-Анджелеса. В начале прошлого месяца мы с моей девушкой и нашими друзьями, как и в прошлом году, поехали на озеро Тахо отдохнуть, пожить, посмотреть медведей. Влог будет уже совсем скоро. Может быть, он даже будет перед этим видео. И по дороге назад мы заехали в Сакраменто, где я сделал предложение за вот этот Бентли. И вы видите эту машину здесь на парковке, оформленную на меня, а это значит, что это мой автомобиль. Автомобиль Бентли Continental GT First Edition 2020 года. 8000 пробега в самой топовой максимальной комплектации. Сейчас я вам про нее максимально быстро расскажу. Что есть у этого автомобиля? Первое, это 22-дюймовые диски комплектации Speed. Только одни эти диски стоят 8500 долларов. Добавляйте ко всем ценам, которые я называю, 10% налогов. Потому что здесь, в Америке, вы платите 10% за все. Карбонокерамические тормоза с самым большим в мире суппортом. Эти тормоза стоят 17500 долларов при заказе новой комплектации. То есть, только одно колесо, надеюсь, что у меня их никто не украдет после этого видео, стоит 25 тысяч долларов. Ну, в смысле, 4 колеса и суппорта с тормозной системой. Идем дальше. Автомобиль оснащен абсолютно всеми вспомогательными системами. Ночное видение, адаптивный круиз-контроль, пакет GT, Туринг или как-то там еще называется, куда входят удержания в полосе, вибрация руля, ночное видение, камеры 360. Короче, все вспомогательные системы, которые помогают вам в предотвращении ДТП и так далее, 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 далее. Распознавание знаков, короче, все, что есть у VAG, все это присутствует в этом автомобиле. По дороге из Сакраменто я поймал маленький камушек в прибор ночного видения этого автомобиля. Прибор ночного видения стоит под замену 3000 долларов. Очень обидно, очень досадно, но такое бывает. Расширенный комфортный салон, который в себя включает диамантовую строчку, двухцветное оснащение торпеды и сидений, комфортные сидения с подкачками, с поддувками, с массажем, обдувом и подогревом. Дисплей, только треугольный поворачивающийся дисплей, который меняет ваш электронный тачскрин на механические приборы, стоит 8000 долларов. Я даже не могу вспомнить, что там еще есть, как-то вот мозги не работают, потому что мы уже третий раз переснимаем это видео, поэтому, пожалуйста, поддержите лайком, если вам нравится качество, если вам нравится, чтобы я вернулся, чтобы я вернулся, показывал развлекательный, познавательный, образовательный, вообще просто контент с моим лицом, с моим юмором, с моими друзьями, поддержите меня лайком, пожалуйста. Я вам сейчас покажу максимально близко еще дополнительные функции, я вам покажу нарезку всех этих функций в конфигураторе Bentley. Короче, этот автомобиль в максимальной комплектации, в самой максимальной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Единственное, чего в этом автомобиле нету. Это панорамной крыши, которая появилась в 23 году в комплектации, а сейчас здесь полностью кожаный салон, то есть и потолок, и все вокруг, вы как в кожаной капсуле. Кто-то скажет, но это же автомобиль не V12. Точно такой же автомобиль, в хуже комплектации, без 360, без системы торможения карбонокерамики и с меньшими дисками, и без камер 360, по-моему, я сказал, и без аудиосистемы. Но с V12 за такие же деньги мне предложили купить. Ребят, поверьте, у меня был V12 Maybach, он очень много жрет, он очень такой прям медленный двигатель, но более мощный. Он создан для того, чтобы вы с меньшим рывком разгонялись, и у вас всегда была вот эта вот дополнительная мощность на любых скоростях. V8 мне этот автомобиль гораздо больше нравится, чем V12, имея до этого V12, я больше никогда не хочу иметь такие двигатели. Это Марокко. Поэтому поздравьте меня с автомобилем новым. Я очень круто договорился о цене, я сэкономил почти 50% от его стоимости. Я его купил по цене 911 Porsche. И тому, кто угадает стоимость этого автомобиля в комментариях, точную стоимость перед налогами и перед регистрацией. Налоги 10,5%, регистрация 650 долларов в Калифорнии. Тому я подарю и перечислю на карточку 100 долларов. Поэтому первые три, кто угадает точную цифру, пожалуйста, в комментариях пишите, буду рад. Также еще раз напоминаю, подписывайтесь на все мои телеграм-каналы, ссылки в описании. Подписывайтесь на мои социальные сети. Ну и, конечно же, если вас интересует приложение, которое помогает вам менеджерить ваши доходы, расходы и вести вас к вашей цели, скачивайте приложение BeReach в Apple Store. Абсолютно бесплатное для всех пользователей украинского маркетплейса. Вот так, спасибо. Надеюсь, что качество вам понравилось видео, надеюсь, что качество звука вам понравилось, надеюсь, что качество монтажа вам понравилось. Не забывайте беречь себя, развиваться, заниматься спортом, ну и вообще уважать всех окружающих вас людей. Спасибо большое. Пока. Пока.